В администрации Гагарского района состоялось совещание с участием глав города Питсунда, сел и поселков района, на котором обсуждался вопрос развития сельского хозяйства. На совещании присутствовали главы города Питсунда, сел и поселков Гагарского района. В ходе работы совещания главы выступили с отчетами о состоянии сельского хозяйства на сегодняшний день на подведомственных им территориях. По их словам, оно имеет развитие только в немногих селах Гагарского района. Глава администрации села Махадыр Григорий Харазян рассказал о ситуации в селе. Также были затронуты вопросы, касающиеся подачи воды, электроэнергии, плачевное состояние сельских дорог и необходимость предоставления спецтранспорта для вывоза мусора. Следует отметить, что проблемы сельского хозяйства в Гагарском районе существуют в немалом количестве. В первую очередь это связано с тем, что многие жители сел перестали заниматься посадкой разнообразных культур. А молодое поколение постепенно перебирается в город с целью нахождения работы, не связанной с физическим трудом. Все это ослабило сельскохозяйственную отрасль, которая в свою очередь тесно связана и с туристическим бизнесом. В частности, высокие цены на сельхозтовары – одна из причин, снижающая уровень количества людей, приезжающих на отдых в Гагарский район. Да и для местных жителей экономически сложно приобретать овощи и фрукты в торговых точках. Глава администрации Гагарского района Заурбганба сказал о важности развития сельского хозяйства и о том, что администрация района будет делать все возможное для улучшения положения в данной отрасли. Много тех вопросов государства, которые мы должны решать. Когда человек вырастил, оно одновременно, ее надо сдавать, ее надо хранить. Нет хранения, нет переработки. Все эти вопросы, которые мы, это государственные вопросы, которые мы должны решать. Эти вопросы стоят во многих инвестиционных программах, и мы тоже будем содействовать этим вопросам. Тогда, когда мы заинтересуем труженика села, в том, что у него есть продукт сельскохозяйственного назначения, что он затребован, что его купят, что его дальше продадут без него, когда кому нужно. Но у него купили как положено, дали все, что возможно, дали возможность заработать, то работа будет стоять. Нет. Люди на земле должны кормиться землей, от земли. Другого нет. Если мы с села спускаемся и покупаем помидоры турецкие, это уже закончилось наше село. К сожалению, сегодня эта тенденция присутствует во многих селах. Во многих селах присутствует. Есть те села, которые себя снабжают, вопросов нет. Но мы должны не только себя снабжать и думать о будущем. Помимо основной темы совещания, заместитель главы администрации Гагарского района Геннадий Свишба оповесил всех присутствующих об указе президента Республики Абхазия Рауля Хаджинба по изучению абхазского языка. В особенности это касается лиц, работающих в государственных учреждениях, так как в ближайшее время все делопроизводство будет оформляться на абхазском языке. Этот закон коснется не только лиц абхазской национальности, но и других граждан Республики Абхазия. С 20 июня уже открываем курсы по изучению абхазского языка. Здесь имеется в виду ведение делопроизводства. И каждый чиновник, как говорится в этой статье, в абзаце 6 статьи, во втором руководители государственных органов власти, руководители их подведомственных депутатов Народного собрания, руководители местных органов власти обязаны владеть и пользоваться государственным языком.